Добрый день, дамы и господа! Сегодня у нас 20 мая 2020 года и у микрофона Леон Вайнстайн, город Лос-Анджелес, Калифорния. Сегодня мы поговорим о наступлении Трампа, разворачивании этого наступления, действия второе, удар четвертый, я бы так назвал. Кроме того, поговорим о записи разговоров Порошенко с Байденом, новые документы по буризме, которые выскочили. Но начнем мы с бывшего мэра Нью-Йорка, на сегодняшний день личного прокурора Трампа, одного из прокуроров, личного юриста, личного защитника Трампа, у него несколько юристов, которые с ним работают, который начал публиковать у себя в Твиттере доказательства того, что из Украины было украдено и вывезено за границу более 100 миллиардов долларов. Ну, конечно, это малая толика того, что вывезено из России, но, так сказать, тем не менее, все-таки достаточно серьезная цифра. Порошенко и члены его режима не просто, что называется, воровали в то время, как американцы их крышевали, они еще и делились со своими покровителями, в числе которых, как утверждает Руди, Байден, Клинтон, другие члены демократической партии. Дележка украденного происходила следующим образом. По принципу 70% отправлялась покровителем в США, то есть крыше, а 30% опоставляли себе Порошенко и его, так сказать, люди, его режимы, его, так сказать, его люди. Вот. Руди сказал, что после сотен часов и месяцев исследований я собрал свидетелей и документы, которые раскрывают правду, что коррупция в Украине была настолько обширной и ужасной, что президент Соединенных Штатов Америки, новый президент Трамп, обязан был требовать, настаивать на расследовании. Вымогательство взяточечного и отмывание денег Байдена и Порошенко в Украине выходит за всякие рамки, сказал он. Также Национальный комитет демократической партии, это ДНС, сговорились с Украиной уничтожить кандидата Трампа. А это еще одна их, так сказать, страховочка была. Значит, у них много таких страховочек было придумано. Порошенко и его подельники прямо вмешивались в демократические выборы США, и за это они ответят сполна, пишет Джулиани. А свидетель Шокин по делу об отмывании денег Бурисмо и Байден, значит, уволен, Байдены, да, уволен из-за угроз Байдена не выделить миллиард долларов в США. Мы еще поговорим об этом, на что эти деньги выделялись, якобы, так сказать, и на что они действительно пошли. Медицинские записи Шокина показывают, что он был отравлен, причем дважды, и практически оба раза почти умер, но оказался у него очень сильный организм, он выздоровел. Помимо Шокина в Украине убивали людей, которые могли что-то знать. Они убивали людей, прикрываясь агрессией и войной, заявил Джулиани. Серьезное, серьезное обвинение. Дело в том, что, конечно, Джулиани давно, так сказать, уже не выступает как юрист, так сказать, для Трампа он делает какую-то работу, но вот все выступления публичные, это скорее, так сказать, выступление, скажем, политического деятеля или сторонника определенного, или, так сказать, просто человек, который пытается бороться с кем-то режимом. Это не заявление прокурора, который, если бы был прокурор, так сказать, он был значительно менее, был открытый, менее агрессивен, наверное. А Руди себя чувствует очень свободно. Вот в интервью Джулиани Глену Беку, где-то неделю тому назад, происходило следующее. Бек говорит, я думаю, что вы противостоите сегодня более опасному врагу, чем криминальный клан Гамбино. На что Джулиани говорит, бесспорно, значит, вот люди, с которыми я сейчас сражаюсь, они, ну, во-первых, способны на убийство, они уже убивали людей. Во-вторых, у них есть защита, что самое главное, со стороны средств массовой информации, которой у мафии не было. Вот украинцы начали расследовать историю, скажем, связанную с Байденом, с Керри и тому подобное. И тогда двое сотрудников нашего американского посольства пришли к ним и говорят, не надо расследовать это, нам наплевать американцам, нам наплевать на 5,3 миллиарда долларов денег наших налогоплательщиков, которые мы, значит, вот передали Украине, а украинское руководство это дело разворовало. Не расследуйте это. А потом стали оказывать еще большее давление на следствие. Это дело, говорит он, должно быть в федеральном суде. Здесь, в Соединенных Штатах Америки, я знаю федеральные суды лучше всех. Если кто-то боится быть обвинителем, скажем, на таком процессе, то я готов быть специальным прокурором или вообще кем, так сказать, вы хотите и, так сказать, готов бороться, так сказать, выступать лично, значит, на этом процессе и каждого из этих людей судить и засудить, потому что у меня есть достаточно доказательств. Ну, хорошо. Значит, от Байтона перейдем к последним паре дней, что у нас здесь происходило. Председатель юридической комиссии, юридического комитета Сената, Лесли Грэм, сенатор Лесли Грэм, проведет, как называется, открытое голосование в своем комитете по началу широкомасштабного расследования верхушки силовиков, не больше, не меньше, как, а с подозрением о нарушении законов и, на самом деле, попытки, скажем, устройства переворота. Но переворот не такой, так сказать, как в банановых республиках, когда там выходит на улицу солдат и стреляет, а вперед, так сказать, как в Папаевых республиках, значит, когда все делается тихонечко под полой, так сказать, и с помощью всякого подлога, обмана и тому подобное. Навета, я бы сказал, да. Значит, во время расследования генерального инспектора Горовца, о котором мы, так сказать, много говорили, он выявил, не его задача была, так сказать, что называется, судить, он может только передать какие-то свои находки, так сказать, для открытия криминальных дел. Так вот он выявил 17 грубых нарушений в том, как силовики вели себя по отношению к избирателям компании Трампа, а потом и к коллективу, который, так сказать, Трамп начал собирать, когда он стал президентом. Вот, ведь, значит, странновато, правда, что, получив эти документы еще, я бы сказал, в 19-м году, да, когда это было в октябре, в ноябре 19-го, в октябре 19-го года, Грахм сидел на них и не, и не начинал никаких разборов. Значит, все кричали, все нервничали, давай, вперед, что он делает, там, чуть ли не предать на Родину. Вот, а тем более, что публично на Фоксе, значит, у Ханити, кажется, он пообещал, что начнет расследование. Но, как мы с вами уже не раз говорили, как раз я в ноябре 19-го года об этом несколько раз говорил, что, значит, посмотрев на политический календарь, как бы мне стало понятно, что подготовка публики, вот, так сказать, к тому, что должно произойти в ноябре, в выборе, да, то есть должно кульминироваться в конце октября, а должно начаться где-то в районе мая 20-го года, да. И, действительно, так сказать, все так и началось 7-го мая 2020-го года, и, так сказать, прозвучал первый выстрел, о котором мы уже говорили, о втором выстреле мы уже говорили, да. Что начинает происходить? Начала нарастать, обрастать, нарастать подробностями о Байдене и о демократах, которые работали, служили в администрации Обамы. Отголоском, так сказать, ударило все это в Киеве, пока что не дойдя по-настоящему до средств массовой информации в США. Достаточное количество информации о том, что что-то там очень подозрительное, как мы уже, так сказать, вот слышали, так сказать, как я вам рассказывал про то, что Руди, Джулиани рассказывает, происходило между украинцами Порошенко, Керри, Байденом. Ну, понятно, что если все они бы участвовали, значит, там есть рука Обамы, который дал отмашку и сказал вперед без Обамы. Ничего бы такого не делалось. Ну, по крайней мере, сказать, какой-то у него там круг есть, да, который все и решает, что происходит. Ну, мы знаем, там, пару человек из этого круга, просто так, что называется, официально все это не высказано, то, так сказать, будем говорить, наверное, у него есть круг, да. Значит, как снежный кум начинает медленно нарастать, вот начавшись с одного, так сказать, выстрела, с одного, так сказать, снежного, маленького, так сказать, такого пульнули, как он называется, этот самый, значит, вот, снежок, во, снежком пульнули, а он покатился, покатился и начинает обрастать там всякими подробностями. Комитет Гахама 4 июня, то есть, ну, совсем уже скоро, сколько осталось здесь, 14 дней, будет голосовать, ну, там большинство республиканцев, так что я думаю, что проголосуют, что называется, как надо, и начнет, после проголосования решение, начнет вызывать цвет администрации Обамы на ковер. Кто же пойдет на допросы? Значит, руководитель Центрального разведывательного управления Брэннон, который во время, что он был там, говорил черти что, когда ушел и стал консультантом СНН, он просто единственное, что он не обвинял, скажем, Трампа, то есть, он говорил, он предатель Родины. Вот из этих документов ясно, что он предатель Родины. А документ был о том, как один нищий, там, не знаю, так сказать, бросил укроп, окурок на улицу. Но видно из этого, что Трамп предатель Родины. Ему видно. Руководитель NSA Клапер, руководитель ФБР, куда же без него Коми, генпрокурор Лоретта Линч, которая ушла, так сказать, за пару месяцев, трое-три месяца, по-моему, до смены администрации. И у генпрокурора, которое вместо нее пришло, Салли Йейтс. Руководитель избирателей компании Hillary, что очень интересно, с моей точки зрения, Джон Подеста. Посол США в ООН Саманта Пауэр, руководитель фирмы, значит, Fusion GPS, которая привезла США досье, значит, на Трампа. А Гленн Симпсон, его зовут, сотрудник Госдепартамента Брус Ор, который служил связным между вот Кристофером Стиллом, это досье на Трампа, читая ФСБ, потому что, так сказать, мы уже знаем, что либо полностью, либо частично, но это досье было составлено комитетом, так сказать, Госбезопасности ФСБ в Москве, в Кремле. Значит, и он посредничал между ФСБ и ФБР. Жена вот этого Бруса Ора, Нелли, которая работала на Fusion GPS, и для Хиллари собирала грязь на Трампа, то есть, так сказать, она собирала грязь на Трампа, передавала мужа, он бежал, так сказать, дальше и в официальные инстанции это заносил. Лиза Пейдж и Питер Строг, то есть, это вот печально знаменитые нынче любовники из ФБР, из, собственно, любовной переписки, которых мы и узнали про детали заговора. Значит, еще такой человек, которого вы не знаете, Джозеф Пиентка, агент ФБР, который допрашивал Флина, и который написал в докладе, что Флин никого не обманывал, ничего не соврал. А потом вы быстро куда-то перевели, по-моему, в Сан-Франциско другое место и полностью поменяли, значит, его отчет. И огромное количество других участников, так сказать, или свидетелей, но не включая пока что Обаму, Хиллари или Байдена. А, кстати, Джона Керри тоже там нету. Значит, я подозреваю, что их оставляют на закуску, я думаю, что когда наберут неопровержимые доказательства, ну, там, их вины или их участие и тому подобное, ну, если наберут. Мы-то знаем, что рыба всегда гниет с головы, но иногда голову трогать нельзя по каким-то там своим непонятным нам соображениям, хотя, конечно, очень хочется, чтобы трогать. Один из тех, кого публика не знает, значит, это специальный агент ФБР, такой Стивен Сомма, Сомма, да, который, значит, уже известен тем, что подделывал документы, идущие в суд с требованием слежки за сотрудником избирателей компании Трампа, значит, Картером Пейджем. Итого, 4 июня будет голосование по вызову и допросам более 50 обамовской эре чиновников верхнего и среднего эшелона. Много материалов уже подобрано и ждут, значит, чтобы, так сказать, их разложить по полочкам, вот, так сказать, для того, чтобы их разложить по полочкам, и чтобы самому тупому, что называется, слушателю стало совершенно понятно, кто эти люди и чем они занимались, и почему это плохо для Америки. Вот ясно, что пресса пытается, ну, скажем, так сказать, как минимум ничего не рассказать, замолчать, обмануть. Но республиканцы прекрасно это знают и готовятся выносить эту информацию до населения, минуя социалистическую прессу. Поэтому вот основная причина, почему раскрутка всего этого дела не началась в конце прошлого года, когда все это было узнали, а ждали вот до, скажем, мая 2020 года, чтобы уже, так сказать, к концу октября докрутить всю эту историю, и когда это будет свежо все, и прямо, так сказать, нарывать, и видно, так сказать, невооруженным глазом, уже пресса, что называется, сделать ничего не сможет. Что бы они там ни говорили, народ все равно очень умеет. А времени прессе потом уговорить, на что ничего не произошло, уже не будет. Значит, другой комитет Сената, уже, так сказать, по защите страны, назовем его так, сегодня голосовал, прошу прощения, у начали сенатского расследования Хантера Байдена в Украине. Председатель комитета, значит, Ром Джонсон, его зовут, вызывает, они проголосовали сегодня, и решили, что они будут вызывать на коммер, демократическую пиар-фирму, которая называется Blue Star, Blue Star Technologies, помню, она называется, которая ввела для бурисмы их дела в США, и похоже, что именно они предложили этой фирме нанять Хантера, сына Байдена, сына Джо Байдена, и, так сказать, близкого к Керри, человека, Арчера такого, которым было предложено стать членами Совета Директоров, этой фирмы, и получать миллионы, и очень похоже за то, чтобы, значит, Байден и Керри, то, что называется, крышевали нескольких из самых коррумпированных олигархов Украины, а по дороге выяснилось, что посол США в Украину тех времен, значит, Юванович, которую снял Трамп, которая в Конгрессе утверждала, что вообще не знала такое название фирмы Бурисма, то, что впервые прочла ее в материалах, когда вот ее вызвали на слушание, оказывается, не только знала, но и встречалась с представителем этой фирмы, да еще обменялась 160-ю имейлами замминистра иностранных дел, значит, Джорджем Кентом, связанных с Бурисмой и со всеми делами, которые, ну, она просто забыла об этом, совершенно случайно забыла, генералу Флинна, за то, что он совершенно случайно забыл одну встречу с, значит, российским послом Кисляком, значит, вот смотрите, что происходит, она случайно забыла встречу и 160 имейлов, причем интересно, что после выборов Трампа в декабре 2016 года представитель Бурисмы, значит, приезжал в Киев на встречу с Юванович, похоже, в перепуге от того, что новая власть не будет их крышевать, как вот крышевала ранее Обама Байнденовская. Одновременно с этим, значит, ну, прямо очень одновременно, так получилось само по себе, вот случайно совершенно, я думаю, вот член Рады, значит, Деркач, а сделал, собрал пресс-конференцию о вмешательстве Байдена, ну и Керри тоже, во внутренние дела Украины, вскрыт компьютер, где хранились записи телефонных разговоров Керри и Байдена с Порошенко, ну так, маленькая вставка, папа Деркача был начальником охраны Порошенко, просто что-то совершенно случайно, никакого отношения к этому компьютеру и к этому не имеет, даже кто-то вам скажет, даже не верьте на секунду, да, вот, и картина начала вырисовываться, и начала вырисовываться довольно отвратительно, юная картина, я бы сказал, вот, ну, и еще для Порошенко уголовно наказуемая, а про Америку я просто не знаю, там, так сказать, другие законы, так сказать, крестконференция, там касалась Порошенко, значит, 3 декабря 2015 года голос, очень похожий на голос госсекрета Керри, практически приказывает Порошенко уволить генпрокурора Шовкина, в ряде других бесед, голосом очень похожим на голос Байдена, значит, и Порошенко обсуждаются кандидатуры на министерские посты, как голосовать в Думе, значит, какие законы вводить, а какие отменять, то есть, абсолютное ощущение того, что, значит, Порошенко просто сидит, и он, так сказать, волю Обама Байденовского, значит, кабинета, Обама Байден Керри, так сказать, да, он только, значит, вот, ес, ес, да, буду, сделаю, извините, прошу прощения, буду обязательно, конечно, отдает честь, и дальше бежит управлять своей страной, как ему сказали, значит, вагоновожатые. А из этих переговоров становится ясно, что один миллиард американской помощи, там, не совсем так, там, Америка гарантировала, что, если там, там, что-то такое, то Америка гарантировала, что возместит Международному банку этот миллиард, то есть практически мы своими деньгами отвечали за, за разбазаривание, не разбазаривание этого миллиарда. Так вот, значит, вот этот миллиард, который так хотел получить Порошенко, и которым спекулировал, как морковка у его носа, так сказать, Байден, он должен был идти, должен быть освоен, как они говорят, предприятием для Порошенко. Но взамен на этот миллиард Порошенко, во-первых, полностью передал руководство страной Байдену и его команде, и второе, уволил генпрокурора, причем, значит, на которого не было никаких коррупционных дел, никаких жалоб, ни внутренних, ни внешних, нас все время обманывали, что вся Европа хотела, чтобы его выкинули, не было ни одной жалобы, ни одной просьбы от европейцев, известных нам до сегодняшнего дня, да, но он начал расследование ряда схем, по которым с Украины выкачивались огромные средства, при этом те, кто выкачивал эти средства, по крайней мере, часть из них, либо делился с группой Байдена, либо оплачивал услуги, значит, крышевания через Хантера, людей близких Керри, и напрямую в инвестиционную фирму, которая принадлежит Джо Байдену, вот это интересно, да, там еще брат его, так сказать, Байдена замешан в этой фирме, но не важно, Байдену, а почему-то Байден заинтересован был в национализации приватбанка, который оттяпали у Коломойского, оттяпали в наглую, забрали, да, значит, причем Байден торопит, как бы в разговоре, так сказать, да, с Порошенко, значит, сделайте это срочно, значит, потому что в Белый дом придет Трамп, то есть, пока Трамп не пришел в Белый дом, значит, что Байдену до этого, да, какое-то внутреннее дело, какой-то банк, какое ему дело до этих, ну, там тоже миллиардик лежал, или больше, да, в общем, по требованию депутата, значит, против Порошенко возбуждено дело об измене Родины, ни больше, ни меньше, никак, но это уже, по-моему, семнадцатое такое дело против Порошенко, и как бы он, имея против, Примел против А16 дел, как-то нормально себя чувствовал, себя, вот, почему-то дела эти не мешают ему делать бизнес, дергать за веревочки всякие властные структуры Украины, даже такое ощущение, что вообще-то, толкать в спину Зеленского на какие-то, так сказать, действия, которые, ну, хорошо, не будем пока касаться этого, да, похоже, что, значит, назначенцы Зеленского настолько, настолько же не понимают, как руководить своими ведомствами, как Зеленский не понимает, как руководить страной, это огромная страна, это одна из самых больших стран в Европе, и, слушайте, так сказать, входит она, в двадцатку в мире, я думаю, вот, и, возможно, возможно, Зеленский уверен, что все замечательно в Украине, я имею в виду, ну, почти замечательно, да, значит, помяните мое слово, я даю так, три месяца приблизительно, значит, после прихода Михаила Саакашвили, значит, во власть, он будет сначала разбираться, потом пытаться, что делать, что-то предлагать, через три месяца, через три месяца, Зеленский очень отчетливо услышит, от МИХО, что плохо, значит, и, и, и что надо срочно менять, а кроме того, он еще услышит, кто виноват в этом, вот, ну, дай Бог здоровья, так сказать, я бы хотел, чтобы, чтобы Михаил Саакашвили продолжал свою деятельность, и чтобы с ним ничего худого не случилось, я думал, значит, может, его в Грузию сошлют, но потом решил, что не нужен он в Грузии, потому что, ну, не нужен он в Грузии, потому что, заведя его в Грузию, даже посадив в тюрьму, убить они его там вряд ли смогут, а он будет просто руководить страной из тюрьмы сидя, вот, ну, а с Байденом, Керри и другими, никто, так сказать, больше из них крышевать Украину не может, а их крышевать тоже никто не смогет, может, Обама уже нету, попытки, так сказать, свергнуть, подсидеть, скинуть, оболгать Трампа у них не удались, вот, у них одна была надежда, значит, как-то досидеть до выборов, а там вдруг, значит, их демократический бог, они, кстати, не верят ни в какого бога, так они говорят, по крайней мере, не даст Трампу переизбраться, вот, лучше бы они верили в бога, тогда, может быть, и да, принц, сделал бы это, вот, они смогут, ну, скажем, постирав штаны от, от поноса, делать вид, что они обиженные, значит, наивные девушки, а, итак, третий ход Трампа сделан, волны от него уже идут, кругами такими, значит, и будут пока, по всему болоту волны пошли, и будут пока усиливаться, потом затихнут, а когда затихнут, бум, и будет новый вход, взброс, вброс, так сказать, ситуации и прочее, а потом начнутся уже допросы, как в комитете у Джонсона, так и в комитете у Ресли Грама, а ждем развития событий, я лично уже купил семечки, еще не купил попкорн, предлагаю вам сделать то же самое, не лейте много масла в попкорн, это нехорошо, а все остальное, да, семечки должны быть соленые, желаю вам прекрасно провести время, и особенно желаю вам хорошего исхода, всей этой трагикомедии 3 ноября 2020 года, за нашу победу, товарищи, до свидания.